Декабрь волшебный месяц. Наши предки готовились к нему заранее. Ведь именно в этот период отмечались главные праздники, которые, впрочем, актуальны и по сей день. Хотя некоторые исторические периоды вносили в них свои коррективы. Как менялись традиции, вы узнаете сегодня в программе СИЮН «Зов сердца». 19 декабря верующие отмечают День Николая Чудотворца. Он самый почитаемый в мире святой, предвестник и символ Рождества, защитник путешественников и мореплавателей, детей верующих. В народе праздник называли Никола Зимний. Люди устраивали праздничное застолье, пекли пироги с рыбой, варили брагу и пиво. Молодежь в этот день гуляла, водила хороводы, а дети любили праздник за подарки, которые находили утром под подушкой. Кем был Николай Чудотворец и за что его почитают миллионы верующих? Николай родился в греческой колонии в обеспеченной семье. С ранних лет он посвятил себя христианству. Дни мальчик проводил в храме, а ночью посвящал чтению и молитвам. После смерти отца и матери святой раздал свое наследство нуждающимся. Житие Николая Чудотворца описывает одну из историй, доказывающих его щедрость и великодушие. Святой узнал, что один мужчина не имеет денег, чтобы выдать троих своих дочерей замуж. Поэтому он намеревался зарабатывать на жизнь при помощи их красоты. Николай захотел помочь девушкам, но поскольку был скромен и стеснителен, решил сделать это тайно, подбросив в их дом мешок с богатствами. Католики верят, что один из мешков угодил вывешенный для просушки чулок. Отсюда и пошла традиция класть рождественские подарки в чулки и носки, а сам святой стал прообразом Санта-Клауса. А кто же он такой, наш старый друг и добрый волшебник, российский Дед Мороз? Русский Мороз – персонаж славянского фольклора. Сурового бога зимы и северного ветра наши предки называли трескон Мороз Костуденец. Его представляли седовласым стариком, обязательно с бородой. Он ходил в белой одежде, серебристого цвета, она была свободная, до пят, без пояса тогда он еще был, и обязательно с посохом. А может быть, прапрадедом русского Деда Мороза был герой русских сказок «Морозка» или «Мороз красный нос». Его представляли, конечно же, он олицетворял природу, то есть он был властителем с ноября по март, он был властителем природы, мог устроить зимнюю стужу, пургу, нагнать ветер, метель, проверял, как скованы льдом реки. Назвать его добрым не смог бы даже самый оптимистичный славянин, ведь в божественные обязанности входило не только замораживание рек и создание метели, но и похищение непослушных детей. А еще считалось, что от удара посоха трескуна в избах трескаются бревна. В общем, дедушка не всегда улыбался в бороду и носил в руках посох, а за плечами мешок с подарками. Первый Дед Мороз, который назывался Зимником, держал увесистую железную булаву, и если ему что-то не нравилось, применял ее по назначению. Такого сурового персонажа крестьяне пытались задобрить, ведь снежная морозная зима в их представлении связывалась с будущим хорошим урожаем. Об этом судили по наличию рождественских или крещенских морозов. Поэтому в святки и чистый четверг было принято совершать обряд кликания мороза. Его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей, блинами и кутьей. Еда для мороза оставлялась на окне или на крыльце. Тогда же мороза просили не приходить летом и не портить урожай. Годы сделали дедушку сердобольнее. Тем более чем за две тысячи лет невысокий злой дед с седой бородой, бывший богом славян, с приходом в христианство подрос и подобрел. Если раньше он дарил подарки только послушным и умным детям, а зорняков колотил палкой, то впоследствии палку он заменил на волшебный посох. В общем, изменился мороз в лучшую сторону. Это произошло примерно во второй половине 19 века. Тогда в России задумали создать рождественского деда, который дарил бы подарки малышне. При Александре II упоминается старый руприхт «Святой Николай» или «Дедушка Николай». А в 1886 году впервые отмечали праздник морозка. Если раньше дедушка носил длинную, толстую, серебристую или белую шубу, то в конце 19-го – начале 20-го века его шуба и шапка стали холодного синего цвета. И только к началу 20-го века появляется знакомый нам образ Деда Мороза. После 1917 года одежда Деда Мороза стала красного цвета под цвет интернационального пролетарского флага. Революционный красный был также символом труда, мужества, красоты и праздника. Мороз стал носить расшитую шубу до пят, валенки и боярскую шапку. Обязательным элементом костюма стал пояс, кушак, а также красный мешок с подарками. У дедушки появляется не только свой фирменный костюм, но и транспортное средство. Хотя считается, что русский дед обязан ездить на тройке лошадей, есть в усадьбе и другие упряжные, например, любимец хозяина – белый северный олень. После 1920-х годов жизнь снежного пенсионера могла закончиться трагически, ведь в СССР началась антирелигиозная кампания. Не только Дед Мороз, но и елка стали рассматриваться как религиозный хлам и превратились в продукт антинародной деятельности капиталистов. После нескольких лет запретов в 30-е годы в Советском Союзе вновь была разрешена елка с его обязательным персонажем Дедом Морозом. В конце 1935 года после некоторых сомнений дедушку полностью реабилитировали. Волшебника восстановили в снежных правах. Хозяин зимы вновь стал в законе. Как выглядели советские Деды Морозы можно увидеть на довоенных фотографиях. Один из таких снимков хранится в Нинницком краеведческом музее. Долгое время в детских садах Дедом Морозами были воспитатели. Вот здесь хорошо видно костюм, женские глаза, накладная борода и усы из мочала, бромби, большие густые белые, шапка и вот такой расписной коктейл. Тогда же появляется и незменная спутница Мороза Снегурочка. И холодный персонаж с тех пор стал неодиноким. Первое совместное официальное появление Деда Мороза и внучки в качестве его помощницы произошло на встрече 1937 года в Московском Доме Союзов. Образ Снегурочки не зафиксирован в славянском народном обряде, но присутствует в народном фольклоре. В русском фольклоре Снегурочка является персонажем народной сказки о сделанной снегодевочке-снегурке, которая ожила. Пройдет еще 30 лет и Дедушка Мороз станет не только национальным героем, но и главным героем фильма-сказки Александра Роу Морозка. Леденящую душу история в сюжете моментально растопит сердца миллионов детей и взрослых по всему миру и станет любимой кинокартиной нескольких поколений. А тепло, дедевица? Тепло, батюшка Морозушка. Тепло. Тепло. Тепло, батюшка Морозушка. В день, когда зима вступает в свои права и ударяет Морозы. С каждым годом Дед Мороз свою волшебную силу приумножает, не замораживая людям сердца, а наоборот согревая их своей любовью. Русский хозяин зимы несет нам такую доброту своей древней языческой славянской души, что сравнить ее можно лишь с теплом солнышка. На Руси наступление Нового года отмечали в марте, а с 15 века – 1 сентября. Но с приходом царствования Петра Великого все изменилось. Во время своих многочисленных заграничных поездок великий император, убедившись в том, что в России все не слава Богу, решил отмечать первый день в году в январе. В 1699 году он издал указ, согласно которого в ночь на 1 января каждого года по юлианскому календарю все жители страны празднуют приход Нового года. Народное гуляние длилось целых 7 дней. За этот период каждый вечер возле Кремля гремели пушки, а в частных дворах пускали залпы из более мелких орудий. Ворота домов украшали еловыми и можжевеловыми ветками. Большой любитель европейских традиций Петр I в 1722 году устроил первый в стране новогодний бал «Маскарад», а затем регулярно проводил костюмированные шествия. Император сам режиссировал и продумывал до мелочей праздничные действия. Именно Петр I ввел маску как обязательный атрибут, которую приглашенные на бал обязаны были носить в течение всего маскарадного времени. Участвовавшие в карнавале дамы по традиции демонстрировали свои наряды за несколько дней до праздника, а назначенные государем люди осматривали эти костюмы с особым пристрастием. И если находили их недостойными, заставляли барышень перешивать платья. Маскарады продолжались несколько дней и проходили не только во дворце, но и на улице. Именно на улице по немецкому образцу стали устанавливать первые в России елки. Их украшали не так, как сейчас, игрушками, а фруктами, овощами, орехами и даже яйцами. Это символизировало плодородие, достаток и, конечно же, счастье. После смерти Петра Великого новогодние елки ставить перестали. Зеленая красавица вернулась лишь во время царствования Николая I. Произошло это благодаря супруге императора Александре Федоровне. Именно тогда в домах у знати появляются рождественские елки. По инициативе Великой кинегини Александры Федоровны была устроена дворцовая елка в Москве, а на следующий год в Петербурге. Наступление Нового года в России издавна связано и с традиционными гаданиями. Эта традиция закрепилась при Александре II, точнее, при его жене Марии Александровне, которая любила гадать со своими фрейлинами. Поскольку фрейлины были, естественно, сплошь незамужние, то гадали, конечно, на женихов. Любили гадать не только знатные особы, но и деревенские девки, особенно на Васильев день. Старый Новый год приходится на зимние святки. 13 января – это так называемый Васильев вечер. Считалось, что гадания в этот вечер самые правдивые. Незамужние девушки гадали на суженого. Считалось, что загадает девица красная под Василия все сбудется, а что сбудется – не минуется. Одно из самых популярных гаданий – гадания на суженого. Берем 4 стакана, наполовину заполненные водой. В один кладем соль, в другой – сахар, в третий – опускаем кольцо, а в четвертый – ничего не кладем. Гадающая должна, не глядя, выбрать один из стаканов. Выбирай. Вот этот. Как сладко. Значит, весь год будет сладко жить. Теперь я. Подожди. Так. Готово? Давай. Кольцо. Ай, какая красота. Если незамужняя девушка вытягивала в этот вечер кольцо, жених обязательно являлся. А еще в деревнях девушки снимали с левой ноги валенок и бросали его за ворота, наблюдая при этом, куда башмак ляжет носком. Считалось, в какую сторону он ляжет башмак, в той стороне жених и живет. Эти деревенские гадания популярны и в наши дни, как, впрочем, и другие новогодние традиции – от Петра Великого до Александра Второго. Но в отличие от Великого Реформатора и других венциносных предшественников, последний российский император Николай Второй шумные празднования не любил. 31 декабря для него был обычный рабочий день, отличавшийся от остальных только тем, что в последние часы уходящего года вся семья собиралась на новогодний молебен. Правда, размах молебна стал соизмерим с уровнем большого императорского выхода. Тогда все дамы одевались в придворные платья, усыпанные драгоценностями. Но времена шли, с приходом советской власти новогодние торжества запретили. Они были отмечены как буржуазные и поповские пережитки. В декабре 1935 года праздник реабилитировали. И в 1936 году в колонном зале Дома Союза была устроена елка для детей и молодежи с ее главным героем Дедом Морозом. Год спустя дедушка на празднике появился уже не один, а со своей неизменной спутницей Снегурочкой. Тогда и главная героиня праздника елка стала блистать особенно по-советски. Вместо привычных ангелов, орехов и овощей на ней стали висеть парашютисты, лыжники и клоуны. Тема цирка, это клоун. Тема цирка тоже нашла свое отражение. Вы знаете, что Сталин очень любил цирк. Сталин любил не только цирк, но и хоккей. Поэтому во второй половине 30-х годов 20-го века часто встречаются елочные игрушки с этими сюжетами. На советской елке они соседствовали с новогодними шарами, на которых изображали портреты самих членов ЦК партии – Молотова, Сталина, Ленина. Трудно даже представить, какие последствия могли возникнуть для человека, если он разбивал игрушку с изображением Иосифа Виссарионовича. Специально для программы «Сиюн» хранительница фондов Ниньинского краеведческого музея Светлана Попова открыла нам сундучки с советскими сокровищами. Во время правления Никиты Сергеевича Хрущева у нас стали в стране повсеместно высаживать кукурузу. И вот после этого стали в елочных игрушках отображать вот такие вот початки, снапы, продукты, всевозможные продукты питания. В эпоху Хрущева на елках стали расти не только кукуруза, овощи и фрукты, но и сосульки. Они символизировали эпоху оттепеля. Кстати, хрущевская кукуруза не прижилась на советской земле, но прочно осела на зеленой красавице. Она стала единственной игрушкой, которая непрерывно выпускалась на протяжении всех лет советской власти. Популярен в ту эпоху был и стеклянный космонавт. После первого полета человека в космос игрушечная промышленность тут же отреагировала на это событие. В производстве советских елочных игрушек началась космическая эра. На новогодних елках теперь вместо звезды красовалась взлетающая ракета. Но не только космические, но и культурные достижения влияли на имидж елки. Когда вышел фильм «Карнавальная ночь», наверное, где-то есть часики, то стали выпускать вот такие вот замечательные часики, чтобы оказаться без пяти. После выхода в 1956 году фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» новогодняя игрушка-часы со стрелками висела практически на каждой новогодней елке страны. А позже, в 70-х годах, в наряде зеленых красавиц первостепенную роль стала играть рождественская и деревенская тематика. В 1980-90-е лидерство захватили шары, колокольчики и домики. И именно в этот период игрушки стали особенно яркими и блестящими. В это же время стал очень популярен дождик из металлической фольги. Часто ими так завешивали елку, что ни игрушек, ни зеленых иголок уже невозможно было разглядеть. Тематических игрушек стало заметно меньше. Они становились все более абстрактными, утратив свою былую теплоту. Теперь их не раскрашивали вручную, а выпускали массово в промышленных масштабах. Так менялись традиции за многовековую историю. Хотя главная идея праздников осталась неизменной. Это вера в чудеса. Это была программа «Сиюнзов сердца». Встретимся ровно через неделю. Продолжение следует...